В родительских чатах Сарова появилась информация, что со следующего года школьники, начиная с седьмых классов, будут учиться шесть дней в неделю вместо пяти. Это связано с тем, что у детей большая нагрузка. Занятия заканчиваются поздно, а у многих еще кружки и репетиторы. Поэтому, по мнению родителей, проблему может решить дополнительный учебный день в субботу. Узнаем у саровчан, как они относятся к инициативе вернуть шестидневку. Нет, не нужно. Почему? Ну, мне кажется, что надо просто более, так сказать, скомпоновать его уроки, то есть побольше в будни учиться, а делать у нас и на выходные у детей. Потому что, как раз, когда я учился в своем городе, и у нас была единственная школа шестидневка, и некомфортно было, когда все в субботу отдыхают, а ты идешь в школу. Ну, и я считаю, да, ну, не нужно возвращать. Надо бы, ну, чтобы поменьше уроков было в течение вот недели. Понимаете, вот у нас внучка, она ходит в седьмой класс, она приходит полчетвертого со школы. Уже никакая. Уже никакая. Усталший ребенок. И в голове это у меня уже не откладывается в последние уроки. Нужно, конечно, лучше растянуть. Нет, в пяти дней в пудж. А почему? А потому что больше свободного времени детям. Кто-то ведь быстро схватывает, а кто-то тяжело. Вот они сейчас вымытылись, уже ждут, не дождутся каникул. Устают дети. Говорить нечего. Программа, конечно, сложная. Не то, что мы учились в наше время. Вот так вот. Больше отдыхать, да, все-таки? Я так считаю. Моя учка говорит, нет. Ей нравится два выходных. Учится хорошо. А нет ли такой большой нагрузки вот в течение пяти дней? Ну, она справляется как-то так вот. То есть она за пятидневку. Но я ее поддерживаю. Смотря какая нагрузка у детей. Сейчас на семь уроков. Вот только разговаривали мы. Только разговаривали. Это у ребенка семь уроков. Конечно, это много. Ну вот как раз хотят развести уроки, чтобы один день еще было дополнительным для учебы. Ну, пусть решают родители, я считаю.